Дорогие вам соперников и первые бойца в синем углу! Introducing to your first fighting out of the pool corner! Ему 36 лет, рост 177 см, вес 77 и 35 сотых килограмма. Его профессиональный рекорд 28 побед, 16 поражений. Леггзе Чармен, he's 36 лет old. He stands 177 центнерского стола, официальный вес 77.35 кг. His professional record 28 victories and 16 defeats. Леггзе Чармен, representing Какатур Санта-Катарина, Бразилию! Here is Renato Peixenja-Коммес! Его замерник в красном углу. And his opponent, fighting out of the red corner! Бойцу 28 лет, рост 190 см, вес 77 килограммов, ровно! Профессиональный рекорд 9 побед и только одно поражение! Ladies and gentlemen, he's 28 years old. He stands 149, he's in the middle of the soul, official weight 77 kilograms even. With professional record 9 victories and only one defeat! Дамы и господа, приветствуйте! Он из Минска, Республика Беларусь! Вот он! Денис Магер! Рефери Максим Протасов. Максим Протасов рассудит Денис Магера и Рената Гомеса-Габриэля по продажу Пейзиньо. Цифры вашему вниманию. Итак, три раунда по пять минут. Смотрим и не моргаем. Полусредний вес. Основной карт AC 136 начинается прямо сейчас. Широкая стойка у Магера. Тут же попытка внутреннего лоу-кика. Меняет стойки. Как на пружинке на передней ноге перемещается Магер. Лоу-кики на полнутриней стороне. И какой своевременный удар! Вот Пейзиньо хорошие поставки. Затем свой кал в кик уже пробил. Там могут быть даже небольшие проблемы у Магера с левой ногой. Хотя вообще по лоу-кикам у этого белорусского спортсмена никогда проблем особых не было. Дважды сбоку, но по защите. Обмен лоу-кик на прямые в голову. Поддавливает Магер. Да, и советую Денису действовать немного полегче. Активно работая левой рукой, но на сильнейший удар справа пока Денис не вышел. Чем ответит Пейзиньо. Попытка колена в корпус от Магера не совсем удачно. Вращается тут вокруг своей оси уже и Пейзиньо. Так, потенциально Денис, конечно, может выразить очень большую звезду. Но для этого вот таких соперников, как Ринато Гомес, необходимо проходить. Здесь слева. Вот Пейзиньо неплохая атака. Да, и секунданты говорили ему об этом, встречать слева. И вот это сейчас и сделал Пейзиньо с короткого расстояния. Есть попадание, зацепил правым снизу. Может быть не очень сильно, но все-таки проблемы определенные наметились у Пейзиньо. Сразу же подогрел он рот, задышал. Колено. И пропускает Денис Магер. Но стоит, все в порядке с ним. Еще с джеба подходит на ударную дистанцию. Машет левой. Не дает приближаться уже и Пейзиньо. Понял, что это может дорого ему обойтись. Сегодня уже было много поединков. Как правило, они проходили в более легких весовых категориях. Но посмотрите, какой здесь темп. Начинается борьба сверху. Должен расположиться Магер. Ну как же так? Теряет позицию Денис. Едва не прилетает ему колено в голову. Просто чуть-чуть, каких-то сантиметров не хватило. Сбивает сейчас Магер. Вот она, сила джеба навстречу. Абсолютно точно сбил с ног. И здесь продолжает еще точно так же действовать Денис. В середине приближается раунд. Навстречу с левой. Нырнул, пропустил сам. Вот сегодня Рената Гомес принимает бой в стойке на все 100, даже больше процентов. Пропускает с правой. Любое действие на ногах может закончиться хорошим прямым, таким контратакующим ударом. Да, вот сейчас начал опять подключать ноги заново. Денис. Лоу-кик по внешней стороне бедра. Да, его все услышали. Еще давление. Да, не самые академичные удары, безусловно. Такую легкую размахайку пустился Пезиньо. Ну и немного замедлился бровецкий боец. Возможно, это тоже определенная уловка. Эпизодически застаивается Пезиньо. Еще один лол по бедру. Ловит вроде бы ногу Магера, но не удается зафиксировать. Махнул левым боковым. Нырнул под него Рената. И опять попытка достать джебом. Да, причем связать это с прямым. Сей раз по корпусу бьет Магер. Очень высокий темп был в самом начале. И вот сейчас слегка замедлились. Парни вновь. Левая рука достигает цели. Второй уже джеб. Вот такой же навстречу. Но в этот раз стоял на ногах. Не поплыл Пезиньо. Еще минуту. Но побольше делает Денис Магер. Достал с ближней руки. Очень такой неуклюжий, немножко несуразный Пезиньо. Как раз таки выглядит супер непредсказуемым. А это вообще его стиль. И те из вас, кто наблюдали поединки Пезиньо в Лиге Исей, и, конечно же, знают, как он работает. Очень креативный, яркий парень. Нестандартный. Который пойдет на все уловки ради победы. Джеб. Лого снизу не проходит. Сдвойная атака слева от Пезиньо. Оживился бразилец и вертушка. А здесь что, удар в пах? Да. Такая серьезная гримаса боли на лице у Пезиньо. И это буквально за несколько секунд до конца раунда. Смотрим. Вот этот повтор. И вот, да, из внутренней стороны получается, да. А вы знаете, там сам удар пришелся выше пояса. А, знаете, вот удар пыром, да, пришелся вот в район пупка. Хотя подъем, конечно, зашел в раковину. Но так или иначе, нарушение зафиксировано. Оно было. Да, распрыгивается здесь Пезиньо. До пяти минут может длиться эта пауза. Мы боимся, мы за тебя болеем. Здесь буквально за нами несколько человек в такой юмористической форме поддерживают Пезиньо. Поддерживают его на русском языке. Вряд ли он понимает, о чем идет речь. Все в порядке. Сейчас встреча продолжится. Ух, под какой бэкфист чуть не залетел Пезиньо. Да, местами прям без шампажно работает Пезиньо. Пока все, перерыв. Так, что ты говоришь? Поймался, сейчас чуть поймал. Позже руки тянет. Все нормально. Допадь мыши. Давай мыши. Кажите ноги добавляю, понял? Позвавляю тебя. Давай каплю. Держи руки. Держи руки постоянно. Руки? Давай, давай. Второй раунд. Денис Магер против Рената Гомеса Габриэля. Вновь джебе. Да, еще и внутренний лоу-кик добавил. А вот здесь какой разбит! Едва-едва не падает Магер. Вернее, нокаут глухой, но сумел, сумел продержаться. Выстоял Денис, и необходимо все возвращать. Еще один удар пропускает. Идет вперед Пизинни, просто молотит по воздуху и справа и слева накрывает сверху, верит в свою досрочную победу. Тяжелейший момент и просто шокирующее начало для Магера. Начало раунда. Вновь начинает джебом обстукивать, не подпуская близко. Колено в корпус, отличное. Да, устроили настоящую войну здесь в клетке парни. И видно, что не восстановился до сих пор. Магер получает два удара. Да, его болтает, и он вынужден идет в борьбу, но готов к этому Ринато. Там его пытается со стойки гильотинировать Пизиннио. Короткие удары. Ну и ну. Мимо. Разбито лицо у бразильца, и то же самое у Дениса. Гомес выбрасывает удары уже просто наугад иногда. Туда, в область головы просто. Все в порядке, пауза не понадобилась. Хотя там вроде бы был небольшой нелегитимный удар. И из этого клинча Денис не успевает выбросить колено. Сайдкейк. Выходит из-под удара Пизиннио. И вот здесь едва, едва. Попался на удержающий. Вот отсюда, но нет. Не было там контроля, и поэтому Денис вышел с честью. Из этой ситуации получает порцию аплодисментов. Едва, едва. Колено Пизиннио не выкидывает. Левая умудряется выйти здесь из-под клинча, из-под давления. Здесь только со щитом или на щите. По-другому никак. Пизиннио тоже очень тяжело. Выиграть досрочно не получилось. Он сильно потратился. Достал Пизиннио. Идет вперед. Фронткик от Магера. Еще колено. И здесь джеб. Опять левая рука заработала у Дениса. Еще один удар достигает цели. Хороший нырок. Под тяжелый удар вкладывается в него Пизиннио. Ух ты. Середина боя. И скорее всего, да, первую половину этого раунда забирает Рената Гомеш. Но что будет дальше? Две атаки от Дениса. Застаивается Пизиннио. В принципе, друг напротив друга. Стоят, а вот здесь попадает Пизиннио. И как держится Магер. Ну просто невероятно. Денис проваливается от силы своих собственных же ударов уже второй раз. И попадает в эту ловушку. Жестко навстречу. Заплясали немного ноги здесь у Рената. Такое ощущение, что и Денису, и Рената прямо перед боем объяснили, что бонус 50 тысяч долларов еще не разыгран. Закопан в вашем поединке будто бы. Так, смотрим. Руки, подними руки! Пока без ударов. Несколько секунд. Становится все более и более осторожной эта встреча. И это понятно. Денис. Денис начинает скандировать трибуны в Фалькон-арене в Минске. Сил уже нет. А это только лишь второй раунд. Бэквист на бэквист. Вращение на вращение. Да, устраивают просто шоу парни. Правая пиркотливая боковая. Классическая связка была вот перед Зиньо. Чем ответит Денис. Едва-едва здесь с левой руки Ринато не попал. Жестко по челюсти. Последние секунды второго отрезка. Денис Магер выставил в этом раунде. И к концу отрезка уже выглядит все более-менее конкурентно. Возможно, психологическое преимущество будет у Магера в третьем раунде. Жемотян Шевицк! Тоньки победит. Всё, пошёл в первом баке. О sensitivity, точно неTIN! Фу, шу, шу! Фу, шу! Фу, шу! Фу, шу! Фу. Всем сторонние лица покидают клетку И сейчас начнется третий раунд Денис Макер против Рината Комеса Мы не знаем, что там на судейских карточках И вообще неизвестно, дойдет ли этот бой до судейского вердикта Да, в любую сторону может качнуться маятник в рамках этого раунда Одна ошибка может стоить очень дорого Отбиток, кстати, передняя нога у Пизиньо Пошел он вперед с размашистыми и неказистыми ударами И неточными Но самое главное, сайдкик не проходит правой прямой в грудь Пробивает Рината, чем ответит Макер Охаживает переднюю ногу, продолжает работать именно в нее Чтобы лишать передвижения и без того А вот здесь здорово с левой на сближении Не достал до головы Денис И опять начал застаиваться Рината Гомес Нужно, нужно изыскивать внутренние ресурсы Противу Какое попадание от Рината Локоть с разворота Вроде бы зашел, но он не потрясен, Денис Макер Да, конечно, устойчивость и выдержка И еще один удар Невероятный у Дениса И опять через руку пропускает Джеб Вот левая рука и левый джеб Хорошо сегодня заходит Практически Супермен Панч пробил Макер Руки уже просто не поднимаются на нужный уровень Хороший лоу-кик, вышибающий переднюю ногу Вновь на сближении здесь можно было Попасть, но нет Макер не достал Но Гомес сегодня дерется от души прям Как и в предыдущие разы Он всегда отдается полностью По корпусу Давление от Макера И вот здесь на летящего вперед как раз Есть желание у него напороться Уже иногда Рината Гомес отстреливается Как может Наотмашь, назад Сайдкики под странными углами выбрасывает Да, прям не то, что нестандартная Слегка неряшливая техника У Рината Гомеса Но он на этом уровне находится Находится уже давно И он умеет нокаутировать людей Здесь бэквест мимо Да, не зная истории Можно было бы сказать, что этого парня из Фавел Только что вытащили просто с улицы Такого талантливого уличного бойца Ой-ой-ой Там близко было, по-моему Да, на грани фуала это точно, но Все в порядке Остановка Денису не нужна Колено с разножки по защите И левая рука заходит Здорово, пара джебов Две минуты Надо забирать свое Денису Магеру Ну Рината хорош Сейчас держится Ну они оба держатся уже давно Здорово, вот здесь едва-едва С правой не попал Магер С окрушительным таким ударом Вновь обстукивают друг друга Еще один бэквест Но здесь рука на месте у Дениса Фактически у сетки уже расположился Рината Но Не напирает Денис Миддл кик Зашел Чуть больше минуты Невероятный запас прочности, конечно, у Пизиньо И вновь идет вперед И вновь едва не достает до челюсти Да, пятеро судей работают на каждом поединке Лиги Эйси И не забываем И каждый из этих специалистов видит бой по-своему Со своего ракурса А количество ударов в этом бою просто запредельное И количество брака в этом бою очень большое 45 секунд Будет ли финишный спорт Сейчас очень важно Денису работать первым номером Забрать эти последние секунды И оставить максимально благоприятное впечатление От своих действий И опять же в глазах судей Хороший хлесткий лоу-кик Бэквест там пролетел мимо до И делает еще один такой тяжелый выдох Денис Перед концовкой Ведут по времени того и другого Бросается вперед Безиньо 10 секунд Денис Магер идет вперед И нет Тейкдауна не будет Очень хорошо Отбросил ноги Рената Гомес Сейчас прозвучит сирена об окончании поединка Ждем-ждем судейский вердикт Очень тяжелый бой для обоих Ну что ж, ударная начинается Оставной карт Турнира ACA 163 Давайте посмотрим повторы Кровавый бой получился Зрелищный Денис Магер явно не случайно оказался в лиге ACA И фотографии семьи Здесь же Так, а повисает небольшая пауза Александр Загорский изучает судейские записки Там и Ахмед Байсултанов И Магомед Богомедов Рассказывают Какой же итоговый счет И почему он такой Вот на одной Средней карточке 30-27 В пользу Дениса Магера Это я могу сказать точно А что на остальных неизвестно Второй раунд, конечно, получился Очень содержательным В нокдауне фактически оказался Денис Магер Хотя это понятие неприменимо К смешным единоборствам Но все-таки был потрясен Магер Дамы и господа Аплодисменты обоим войнам Итак, по завершении этого боя Обратимся к судейским запискам Таким образом, в единогласном решении Победу одержал Победу одержал And your winner by Победим для Дениса Магера Еще раз поздравляю тебя с победой Не обошлось, я так понимаю Без травм Как самочувствие, какие эмоции Добрый вечер Город-герой Мой родной Минск Сейчас чуть-чуть Благодарю вас за поддержку Спасибо вам большое По поводу эмоций Бой, как я планировал Нужно было сложиться вообще по-другому Но почему-то не пошло вообще От слова совсем Не знаю, надо разбираться, в чем дело Или остановился плохо, или что-нибудь Вообще была запланирована другая работа Но из той работы, что было запланировано Выполнено, может, 5%, скажу откровенно Боем честно разочарован Потому что хотел бы закончить досрочно Но не буду лукавить И буду надеть на маленькую надежду Что мы хотя бы с ним сделали бой вечера Сделали шоу Это был действительно очень яркий поединок Был момент, когда вот в том углу Тебе очень здорово попали А, все-таки Да, я думаю, что все услышали Что случилось? Ну, как бы мы Деремся Пропускаем Попадаем Он попал Я пропустил Слава Богу Удар был не критичен Появилось, что у тебя сразу в ногу вошел Как бы Не знаю, почему он был так удивлен То, что я выиграл Как бы кроме этого попадания Там вроде ничего от него и не было Ладно У них такой менталитет Маски носит До После боя Маски слетают же Справедливое замечание Напоследок Когда ты планируешь вернуться в клетку Может быть тебе кто-то интересен Есть имя оппонента В первую очередь Мне Если честно Просто интересно Поговорить с тренерским штабом И просто Я считаю Ну Да, это бои Соперники тоже готовятся Но они не должны проходить так Они Не должны для меня так Складываться Как бы сказать На энтузиазме Уже во время поединка Все-таки должен быть четкий план Который я должен был выполнять Я знаю Андрей Сергеевич Гриднич Сейчас смотрит онлайн И после боя Сейчас будет Куча критики Поэтому я стараюсь Сейчас голову не заполнять А получить от него Всю еще черпавшую информацию Друзья, тогда Поддержите аплодисментами Дениса Магера Пользуясь случаем Никогда в этой жизни Публично не делал Хочу выразить От чистого сердца Слава, благодарности И любви Своей супруге Это поймут Только бойцы У которых есть жена Есть дети Чем они жертвуют Идут На какой Именно верный труд Остается это все За экраном Диеты Сгонки Стирки Помощь Благодарю свою команду Сказали просто вкратце Всех не успею лететь Аякс Тим Макс Который со мной утром Вечером Днем и ночью был Команду Гридинджин Андрея Сергеевича Гриди Парней Из Калифэмили Всем кто Пришел поддержать меня Благодарю Жму руку Просто Время очень мало Спасибо вам большое Ваши аплодисменты Денис Магер Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...